МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это один из самых редких пистолетов за всю историю личного огнестрельного оружия. И один из самых удачных. Он выпускался в очень ограниченных количествах и никогда не поставлялся за рубеж. АПС. Автоматический пистолет Стечкина. В фильме Оружие. Автоматический пистолет Стечкина. Один из самых необычных образцов стрелкового оружия, которые серийно выпускались в Советском Союзе. Он никогда не поставлялся в страны Варшавского договора. Его не захватывали в качестве трофеев у африканских и южноамериканских бартизан. Только самые преданные друзья Москвы, такие как лидер губинской революции Фидель Кастро и президент Чили Сальвадор Альенде, получили его в подарок из рук высших советских руководителей. Большинство западных военных специалистов критиковали пистолет заочно, ни разу не держа его в руках. Они описывали пистолет Стечкина как неудобный в пользовании и сложный в производстве. Но оружие активно и успешно применял советский спецназ. А досконально изучить АПС натовским экспертам по оружию так и не удавалось. Все это придавало пистолету Стечкина ореол таинственности. На самом деле АПС действительно удачный образец автоматического оружия. Что же это за модель? В 1951 году на вооружение советской армии был тринет 9-мм пистолет Макарова. Он обладал высокими боевыми качествами, был удобен, надежен, безопасен и прост в обращении. ПМ допускал скрытое ношение и был постоянно готов к бою. Казалось бы, зачем военным может понадобиться другой пистолет? Тем не менее, в том же 1951 году на вооружение приняли автоматический пистолет Стечкина того же калибра 9-мм. Обе модели использовали один и тот же патрон, разработанный Борисом Семиным. 9х18 ПМ Пистолетный унитарный патрон, созданный на замену патрону ТТ калибром 7,62 мм. Имеет пулю со свинцовым сердечником, который запрессован в стальную оболочку. В 50-е и 60-е годы под этот патрон были разработаны пистолеты в СССР, Польше, Венгрии и других странах. В 90-е годы в России под него создали несколько новых пистолетов, револьверов, пистолетов, пулеметов. При создании личного огнестрельного оружия советские конструкторы долгое время шли по пути максимальной унификации. В армии и органах правопорядка использовался единый пистолет с общим боеприпасом. В условиях военного времени это было оправданным шагом. Однако последующие годы выявили необходимость в особом оружии для действий в условиях локальных конфликтов и применения в спецоперациях для оснащения войск специального назначения. Задание на разработку именно такого особого пистолета получил в 1947 году недавний выпускник Тульского механического института Игорь Стечкин. Стечкин Игорь Яковлевич выдающийся конструктор стрелкового и ракетного вооружения. Годы жизни 1922-2001. В 14-летнем возрасте он не только починил случайно попавший к нему сломанный наган, но и усовершенствовал его. Свой диплом на тему пистолет гражданского типа он защищал буквально с оружием в руках, продемонстрировав разработанный и изготовленный им пистолет калибра 7,62 миллиметра. Консультантом выпускника был сам Николай Макаров, создатель пистолета ПМ. В общей сложности на счету Игоря Стечкина более 60 разработок и свыше 50 изобретений. Опытный образец, разработанный Стечкиным, сочетал в себе свойства двух разных видов оружия самозарядного пистолета и пистолета-пулемета. После первой серии испытаний из 20 тысяч выстрелов он показал лучшие результаты среди других экспериментальных моделей покучности стрельбы одиночными выстрелами. А покучности стрельбы очередями уступал только пистолету-пулемету Судаева ППС-43. Принцип действия автоматики был аналогичен пистолету-пулемету. После устранения всех замечаний и значительной переработки конструкции было принято решение изготовить большую партию пистолетов для проведения войсковых испытаний в различных климатических условиях. По их результатам в 1951 году образец поступил на вооружение советской армии. Автоматический пистолет Стечкина АПС. Калибр 9 мм. Масса со снаряженным магазином 1,22 кг. Длина 22,5 см. Прицельная дальность от 25 до 200 метров. Емкость магазина 20 патронов. Практическая скорострельность 40-90 выстрелов в минуту. Автоматический пистолет Стечкина предназначался для членов экипажей танков и самолетов, расчетов артиллерийских орудий, офицеров, сержантов и солдат отдельных специальностей, например, первых номеров расчетов станковых пулеметов и гранатометов. Пистолетом Стечкина вооружались также офицеры военно-морского флота и пограничных войск КГБ. Одновременно были созданы несколько моделей малогабаритных пистолетов-пулеметов. Однако от развития этого класса стрелкового оружия в Советском Союзе в послевоенные годы отказались и вернулись к ним намного позже. АПС относится к промежуточным образцам оружия, которые за рубежом называют штурмовыми пистолетами. Конструктивно Стечкин представляет собой своеобразное сочетание старого и нового. Некоторые детали явно из прошлого, но окончательный результат удобный и практичный пистолет для войск специального назначения. Были следующие недостатки. Прежде всего, его вес. 1 килограмм 22 грамма. Вторым значительным недостатком было достаточно тяжелое присоединение кобуры и отсоединение ее. В пылевых условиях это очень значимо. Ну и, на мой взгляд, недостатком было то, что магазин при автоматической стрельбе очень быстро опорожнялся. 20 патронов очень быстро исчезали. В 50-е годы оружия подобного АПС на Западе не было. Пистолет Стечкина отлично зарекомендовал себя в борьбе с антисоветскими вооруженными формированиями в Прибалтике и Западной Украине. А также во время печально известных событий 1956 года в Венгрии. Обладал высокими штурмовыми качествами. Емкость магазина пистолета 20 патронов. Это практически в полтора раза больше, чем у аналогов его пистолета Макаро и стальной. Дополнительно пистолет имел возможность вести стрельбу автоматическим огнем, что иногда было надо при штурмовых операциях. Начальная скорость полета пули в полтора раза выше, чем у его аналогов. При этом его размеры и вес позволяли использовать пистолет как личное оружие, пригодное даже для скрытного ношения. Все эти качества достойно оценили спецназовцы, которых явно не устраивал стандартный ПМ. Почему любят этот пистолет? Ну, можно сказать за то, что он безотказен. В нем ломаться нечем. Самый простой, так сказать, принцип работы автоматики использования отдачи со свободным затвором и очень большая емкость магазина. 20 патронов. То есть запас большого количества патронов в магазине дает возможность более длительно использовать это оружие при введении огня по цели. В 60-х годах большинство Стечкиных оказалось на складских стеллажах. Но вовсе не от того, что пистолет был плохим. Как отмечали западные эксперты, если бы оружие было признано неудачным или устаревшим, его отправили бы дружественным Советскому Союзу режимом в Азии и Африке. Так уже бывало с пистолетами-пулеметами и самозарядными карабинами военной поры. Другое дело, что для массового производства АПС был слишком дорог, даже в условиях плановой экономики. А спецоперации в то время не имели нынешнего размаха и проходили под завесой секретности. Поэтому проблему решили просто, выпустив необходимое количество пистолетов, сборочные линии закрыли. Успех проведения тайных акций частями и подразделениями специального назначения во многом зависит от внезапности действий и хорошей маскировки стрелка. Пользование обычного огнестрельного оружия для этих целей не всегда удобно, поскольку звук и пламя выстрела могут выдать бойца и привести к его гибели. Поэтому бесшумность выстрела всегда была одним из требований к специальному оружию. Чтобы оружие стало по-настоящему бесшумным, требовалась радикальная переделка всей конструкции пистолета. Модернизация, проведенная конструктором Александром Неугодовым в 1974 году, позволила оснастить пистолет приборами бесшумной и беспламенной стрельбы. Это никак не повлияло на высокие прицельные качества оружия. Вместо деревянной кобуры приклада бесшумная версия Стечкина снабжена складывающимся проволочным прикладом. Он превратил АПС в компактное автоматическое оружие, пригодное для решения особых задач. Представители правоохранительных органов предпочитают Стечкины за хорошие боевые характеристики и широкую доступность патронов. Пистолет по-прежнему находит свое применение вот, прежде всего, в подразделениях спецназа в армии. Используется он и специальными подразделениями МВД, ФСБ, то есть вот этих силовых структур. Бойцы спецназа КГБ, которые в 1979 году штурмовали дворец президента Афганистана Амина, были вооружены пистолетами Стечкина. АПС до сих пор считается одним из лучших боевых средств, предназначенных для проведения специальных операций. Рассказ о других пистолетах спецназначения в следующем фильме «Оружие». Субтитры создавал DimaTorzok